Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит замечательный и суперский конкурс на Мафия 2. Обязательно участвуйте в этом конкурсе, это просто такая халява, вы не понимаете, вы себе не представляете, насколько это халява. Собственно, спасибо спонсору, что дал такую возможность ребятам выиграть такую топовую игрушку Мафия 2. Мафия 2, причем такие, читайте вот здесь название этой игры, это просто пушечка, я просто не могу это прочитать вслух. В общем, залетайте в группу ВКонтакте, участвуйте, всем приятного просмотра, поехали. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами, как всегда, я, задротся ту лавла, снимать, снять бы пора уже эти наушники, они все равно мне нужны в этом ролике. В этом ролике у нас будет сравнение, опять же, да, двух претендентов, претендентов русской картошки, да, собственно, вот такая же. Ну, не обращайте внимания на вкус, это сейчас будет неважно. И, в общем, я делал обзор на эти ужасные чипсы, кто не смотрел. Видите, смотрите, там я рассказывал все про эти чипсы, насколько они говняные, насколько они худшие и так далее. Собственно, поехали. Открываем на этих чипсах, поскольку чипсы большие у меня уже открыты. Сразу скажу насчет этих чипсов здоровых, да. Вот эти. Собственно, они из Атака, стоят 89 рублей, 250 грамм, то есть в огромной пачке. И да, я не съел здесь больше 10 чипсов, наверное, где-то так, потому что они попросту дерьмовые, вообще невкусно. Собственно, начнем мы с запахом. Запах идентичный. Вот это русской картошки, да. Насчет, кстати говоря, названия русской картошки, я не знаю, откуда это попло. Это, по идее, вообще фирма. А это я не знаю, что это. Это тоже типа компания русская картошка делала или нет. Или они просто название решили вставить и все. И типа русская картошка производила. Так вот, по запаху очень одинаково очень с оригинальной русской картошкой. Очень прям похоже, честно. Потому что, ну вот, они как-то, знаете, даже не знаю, чем описать, что ли, чуточку крабом отдают, что ли, вот так я бы сказал. И я много покупал чипсов русской картошки, вот эти реально оригинальные, которые. И они реально пахли так именно. Вот именно так же, как и вот эти. То есть вкус идентичный. Сразу скажу, что пробовать сегодня этот вкус я не собираюсь. Спасибо, я наелся в том ролике еще. Так вот, насчет этого ролика. Если кто не смотрел еще раз, бегите, смотрите обзорчик. Я там и кушал их, и с соусом кушал. Вообще не зашло. Так вот. По запаху одинаковые, да? А вот по вкусу прям максимальное дерьмо. Поскольку, скорее всего, здесь используются какие-то дешевые ингредиенты. Еще в этой, в обычных чипсах каждый день, да? Из-за так дешевых. Там материал вроде еще нормальный, но хотя надоедает со временем. Есть еще как-то можно. А вот это дерьмо, это даже есть нельзя. Это вообще невозможно есть. Если, кстати, сравнить их, да? То они одинаковые. Очень, очень похожи. Не докопаться до них. Вот. Кстати говоря, в конце отдает каким-то вкусом очень прикольно. Причем русский картошек у всех так. У них отдает в конце чем-то. Очень вкусно. Очень вкусно отдает. Прям вот так вот. А здесь какое-то дерьмовое качество максимально. В конце отдает каким-то пенопластом. Максимально ужасные чипсы. Не рекомендую покупать их. Да, это очень вкусно. Да. Даже если бы я купил другой вкус, идентичный этому, да? Это сметанный лук. А это жареная курица. Ничего бы не поменялось. Точно такие же вкусные чипсы были бы. А это дерьмовые. Просто, понимаете, здесь не пользуется дерьмовый материал. Плохое качество чипсов. Поэтому. А вот здесь прям чувствуется вот эти. Что? Хороший материал используется. Нежели чем вот этих вот. Не советовал покупать, в общем. Худшее, что я покупал в своей жизни. Ну, кроме... Кроме русской картошки, лосось-гриль. Просто худший тоже вкус. Либо мне попался просроченный. Хотя я срок годности смотрел нормальный. До 22-го года еще. Ролик снимается в 21-м, и что? Срок годности еще как минимум 2 месяца и не истек. А он тоже отдавал. Плохо. Причем оригинальный. Реально русская картошка. В цене, кстати. По цене 250 грамм 90 рублей. Вот это в Бристоле 40 рублей. 90 грамм вроде. Да, 90 грамм. Тут упаковка полная, кстати. А тут не полная. Фирма русской картошки всегда наполняет до конца чипсы свои. Прямо до конца всегда. Как всегда открываешь, всегда до конца наполнено. А здесь нет такого. Здесь просто дешевая продукция какая-то и все. А не может название просто купили у вот этой компании. Поэтому вот такой обзорчик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, приятного аппетита, приятного просмотра. И ролики смотрите. Всем пока. Всех люблю. Обнял, приподнял. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok